приветствую меня зовут валерия нестерова на своем канале я рассказываю о парфюмерии в этом видео речь пойдет о том чем женский парфюм отличается от мужского первое да с чего на что хочу обратить внимание это объем парфюмов да обычно мужские ароматы они выпускаются в более высоком более объемном виде то есть это обычно от 75 до 100 миллилитров что касается женских ароматов то это более миниатюрные более компактные версии то где-то 30 миллилитров тире 50 миллилитров да то есть первое это форма выпуска мужские ароматы выпускаются в большем объеме женские как правило в меньшем объеме и в целом такая тенденция характерна для люксовой парфюмерии второе отличие это концентрация обычно женские ароматы имеют концентрацию парфюмерные воды это то что вы забыли представлено на современном парфюмерном рынке мужские же парфюмы они представлены в концентрации туалетная вода то есть она чуть ниже чем парфюмерная вода все почему чем это обусловлено тем как мужчины наносят ароматы как они пользуются парфюмом согласно традициям да или статистике мужчины пользуются ароматом более интенсивно чем девушки они допустим девушка наносит аромат 234 распыление максимум 5 а мужчина наносит на себя от пяти до десяти и больше распылений да вот так вот по кругу он обычно наносит и распыляет я думаю что вы это замечали кстати напишите в комментариях если наблюдали тоже как интенсивно наносит ароматы на себя мужчины то есть для них в целом представлены большем количестве ароматы но в меньшей концентрации чем для женской парфюмерии в основном такая такое разделение такая тенденция характерна для ароматов сегмента люкс дальше если говорить о различиях ароматов формулах да то они безусловно есть женские ароматы априори они более сладкие более цветочные более гурманские вкусные у нас изобилуют ягодки и пряности на опять же вот все многообразие цветов одано женщинам у нас преобладают цветочные ноты сахарные оттенки до сладость в целом что касается мужских парфюмов до мужской парфюмерии то это другая полная противоположность это более структурные четкие ароматы в них преобладают древесные ноты в них преобладают амбровые молекулы металлические оттенки травы такие как полынь лаванда мускатный шалфей цитрусы океанические свежие ноты да цветов там по минимуму а если они есть то они достаточно деликатные не яркие такие как легкий жасмин или гераневые оттенки да то есть совсем невесомые в отличие от женской парфюмерии да если даже взять и провести аналогию с одеждой что я люблю делать да то девушка женщина мы носим на себе большое количество аксессуаров украшений мы любим красоваться и то же самое находит отражение в женской парфюмерии у нас есть разные пикантные вещества в парфюмах да как пряности фрукты и ягодки да то что заманивает то что привлекает внимание а в мужской парфюмерии ароматы более строгие они более сдержанные да то есть они отражают именно характер мужчины и его предпочтение его внешний вид это вот что касается разделение ароматов парфюмерии на чисто женское направление и чисто мужское направление еще есть такая категория ароматов как шипры и фужеры шипры традиционно могут принадлежать до женщинам и мужчинам до фужеры так как они содержат лаванду считается что это только парфюмерия для мужчины в основном она представлена в сегменте люксовой парфюмерии фужерные композиции надеюсь данное видео вам было полезным до с точки зрения того посмотреть в чем же разница между мужскими и женскими парфюмами с точки зрения ингредиентного состава и визуального внешнего представления буду рада вашим комментариям под видео обязательно подписывайтесь на мой канал давайте вопросы в комментариях и увидимся с вами в следующих видео